Вдоль берега Волги с песнями, танцами и новыми эмоциями. В Волгоград после недельного путешествия на теплоходе Александр Невский вернулись участники первого областного фестиваля детского творчества. Он собрал почти 200 юных талантов со всего региона, воспитанников музыкальных школ и ребят из детских домов. Вместе с ними на борту суда находился съемочная группа телекомпаний «Ахтуба». Материал Марии Иванченко об итогах фестивальных семи дней. Фестиваль детского творчества подтвердил свое название с первого же дня отплытия. Для того, чтобы ребята смогли рассказать другим о себе, был организован вечер знакомств. Уже здесь каждый показал, на что способен творчески. Бесценный опыт юные таланты получили и в ходе мастер-классов. Их проводили московские и волгоградские преподаватели. На палубах и в кинозалах теплоходы разместились вокалисты, музыканты, танцоры. Особенно ярко проявили себя художники. С борта судна открывались великолепные пейзажи, которые ребята пытались запечатлеть в своих работах. Педагоги не только наблюдали за процессом, но и давали профессиональные советы. «Я бы даже... Тут вообще вот больше скучность, значит тени больше. То есть еще бы чуть-чуть вот тут вот добавила. Или ты штриховкой рисуешь, или дополнительные вот как-то там вот детали. То есть и тут будет сюда вот темнее будет. Понятно?» Все рисунки были объединены и в огромную выставку, которую разместили на одной из палуб. Много нового для будущих работ участники фестиваля почерпнули и из экскурсий по городам. Так в Самаре юные таланты осмотрели древний католический храм, памятники Чапаеву и Гагарину. Город Казань хоть и встретил фестиваль небольшим дождем, но ни погода не испортила впечатлений. Ребята побывали на территории Казанского Кремля, осмотрели старейшую городскую мечеть, а в местной консерватории многие впервые услышали звуки органа. В Саратове еще одной точки маршрута – снова посещение вуза и праздничный концерт «Экскурсия по городу» и посещение памятников, связанных с событиями Великой Отечественной. Соколиная гора – это одно из самых высоких мест в Саратове. Именно отсюда город видно как на ладони. И именно здесь возведен главный памятник, посвященный Великой Отечественной войне, на котором изображены журавли в честь солдат, которые не вернулись с поля боя. Путешествие по Волге длилось семь дней и, по признанию ребят, пролетело незаметно. Рады и преподаватели, особенно за воспитанников из детских домов. За неделю они показали отличные наработки в хореографии, пении и рисовании. Некоторые таланты преподавателей Волгоградского института культуры намерены взять под свой патронаж и помогать при поступлении в вуз. Мы будем делать все, чтобы они достойно дошли до вступительных экзаменов и достойно себя там показали. Чтобы мы с спокойной совестью могли сказать, что вы лучшие, чем те остальные, которые, может, тоже будут поступать. Все то новое, что узнали и освоили ребята в рамках фестиваля, они продемонстрировали уже по прибытии в Волгоград на заключительном галоконцерте. А организаторы масштабной творческой акции уже рассматривают идеи сделать мероприятие традиционным. Мария Иванченко, Александр Колоскин, телекомпания «Ахтуба», Волгоград, Казань, Самара, Саратов, Волгоград.